Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Сегодня у нас будет с вами очередной обзор на канал USA Happy Every Day, да? На Лену Хэппи. Ну, что могу сказать, побаловала нас Лена, значит, вышло у нее новое очередное видео, в котором она, как она сказала, едет, значит, из Лас-Вегаса в Калифорнию. Что могу сказать? Могу сказать тот момент, что видео, знаете, не совсем прежнего формата, да? Я бы даже сказала, что Лена вообще сменила контент. И, значит, ну, вот как я уже говорила, что она вначале начала рассказывать о том, что, значит, едут они из Лас-Вегаса в Калифорнию, показывала прекрасные пейзажи, да, которые менялись от штата к штату, вот, и, значит, рассказала, о том, что теперь у нее будет немножко другой формат. Сказала о том, что теперь она будет давать ценные советы начинающим трак-драйверам. То есть, либо тем, кто, значит, только сел на трак, вот, и у которых нет абсолютно никакого опыта работы, либо тем, кто, значит, только планирует сесть на трак. Ну, а, значит, Лена сказала о том, что есть к чему должен быть готов трак-драйвер, да? Сказала о том, что готов должен быть к тому, что зарплата будет, но будет совсем не скоро, и к тому, что придется, естественно, какое-то время, пока, значит, трак-драйвер не получит зарплату, придется оплачивать текущие счета, там, всевозможную мойку, телефоны, продукты, питание и все остальное из собственных, как говорится, денежных запасов, да? То есть, время зарплаты, как сказала Лена, придет, но придет, возможно, не скоро, и все это, как говорится, задержится на какое-то время, да? Что могу сказать? Вот, получается, Лена поменяла контент, да? Значит, теперь у нее почти канал для начинающих трак-драйверов. Слушайте, ну, самое интересное, что, знаете, вот зашла я к ней на канал почитать комментарии. Ребят, никто не написал вот из ее зрителей, из ее подписчиков о том, что, да, вот нравится им или не нравится этот новый формат видео, да, который будет именно практически для тех, кто, значит, будет являться трак-драйвером. Я думаю, что среди ее почитателей, ее канала таких людей практически нет, да? То есть, там, в основном, все взрослые женщины, которые, знаете, спокойно себе живут, обычной, спокойной, размеренной жизнью, и уж на трак лезть они точно, скорее всего, конечно же, не собираются, да? Но при всем при этом все как один, ее, значит, вот эти зрительницы-подписчицы, они, знаете, говорили ей о том, что как Лена прекрасно выглядит в комментариях, как она похудела, как она помолодела. Одна даже написала, что, ой, у вас, мол, такой макияж вообще новый, вам так идет, вы, мол, похудели аж, ой, похудели, аж помолодели на 15 килограмм. Ребят, вы знаете, и вот все в таком же духе, да? Похудели-помолодели, похудели-помолодели. И все это повторяется много-много раз. Честно, что могу сказать? Комплименты – это, конечно, вещь просто замечательная, да? Но, знаете, мне кажется, что как-то все-таки, когда уже, знаете, это превращается не в комплименты, комплименты превращаются в какую-то откровенную ложь, ну, действительно, уже становится как-то смешно. Вообще, читая комментарии Лениных зрительниц, которые из раза в раз от видео к видео пишут, что Лена похудела, то Лена уже, в принципе, должна была превратиться в дюймовочку. Но пока, как мы с вами видим, этого, в принципе, не происходит, да? Что могу сказать? Тут посмотрела видео одного блогера, которая, значит, говорила о блогерах, в том числе и про Лену Хэппи, о том, как могут ли блогеры удерживать свою аудиторию, от кого, мол, отписываются зрители, а от кого-то не отписываются. Что могу сказать? Когда она дошла в своем видео до Лены Хэппи, она сказала о том, что, да, мол, у Лены Хэппи вот видна стабильность в подписчиках, даже несмотря на то, что ее видео действительно выходят крайне редко, ну, соглашусь, конечно, крайне редко, и, мол, сейчас просмотров у нее очень мало, а вот подписчики, мол, у нее остаются на прежнем уровне и неизменными. И вот этот блогер, да, ну, не буду ее называть, она сказала о том, что, да, вот стабильность в подписчиках у Лены Хэппи есть. Ребята, честно, ну, стало, конечно, смешно, потому что, знаете, я думаю, ну, объясню для тех, кто этого не знает, хотя все из вас, конечно, это все знают, ну, может быть, кто-то из нас, кто-то будет смотреть новенькие, да, у Лены вообще последние 9 месяцев неизменным число подписчиков была цифра 23300. И вот она на протяжении 8 или 9 месяцев не дергалась абсолютно ни в какую сторону. Она просто стабильно, эта цифра стояла на месте. Вы представляете, на протяжении 8 или 9 месяцев эта цифра оставалась таковой и была неизменной, да? И только буквально пару месяцев назад вот эта цифра 23300, которую каждый из нас с вами, кто смотрит Ленин канал на протяжении уже долгого времени, заучил просто как отче наш, вот эта цифра с 23300 перешагнула маленький рубеж и стала 23400. То есть за почти 9 месяцев Ленин канал вырос всего-навсего на 100 человек. Вы представляете? Так это разве стабильность в подписчиках? Конечно же нет. О какой стабильности здесь можно говорить? Кто-то также от нее отписывается, кто-то на нее подписывается, так же, как и на всех остальных блогеров. Но говорить о том, что канал стабилен, стабилен в чем? Стабильность, она должна к чему-то идти, да? Канал должен каким-то образом, естественно, развиваться. Если у блогера было 200 просмотров, стало 500, потом просмотры, допустим, увеличиваются, становятся 1500, 2000, 2000, 3000 и так далее, мы видим, что действительно блогер растет, канал его развивается. А здесь-то в чем стабильность? В том, что она почти год стоит на одной и той же отметке, которую мы уже все просто, как говорится, все вместе запомнили 23300, я говорю, и только два месяца назад увеличилась эта цифра на 100 подписчиков. Ну, это очень мало. Это значит, канал вообще абсолютно никоим образом не развивается, да? И знаете, я вот так вот посмотрела, если честно. Знаете, вот на самом деле, действительно, получается такая ситуация, что к Лене приходили люди, естественно, в разные периоды ее жизни. Кто-то к ней пришел, когда она делала исключительно бусы, бусы, всевозможные там эти изделия, да, которыми она занимается, всякие там... Кто-то пришел к ней, когда она пошла учиться на УЗИСТа. Кто-то пришел к ней на канал, когда она пошла первый раз вместе с мужем работать на трак. Кто-то посмотрел вот этот вот хайп-трэш, когда она убегала от мужа из Техаса, из Хьюстона, в Майами, да, и подсел на нее, так скажем, да, и жалели мы ее тогда, и все на свете. Кто-то, как сейчас, вот опять они сошлись с мужем, да, то есть все приходят, в принципе, в разные периоды жизни, это, в принципе, все понятно. Но с другой стороны, наверное, какая-то должна быть связующая, то есть не может быть такого, что вот у человека появляется новый этап в жизни, и он постоянно все то, что было до этого, даже пусть это было всего-навсего 2 недели, 3 недели тому назад или месяц назад, он уже это все начинает отвергать. То есть честно, если честно, я не знаю, пойдет ли у нее вот эта тема, как она сказала, что в следующем своем видео, она планирует показать и объяснить, что же нужно брать с собой начинающим трак-драйвером в трак из продуктов питания. Стоит ли что-то брать или стоит вообще покупать еду, значит, на трак-стопах, да? Ребят, это все понятно? Вот она собирается теперь давать, как говорится, ценные советы начинающим. Ну, посмотрим, поживем, увидим, будет ли интересен этот контент тем людям, которые на протяжении уже нескольких лет сидят на ее канале. Я не думаю, что он всем будет интересен. А с другой стороны, знаете, вот Лена начинает, мне кажется, не с того. Все понятно, что когда ты идешь на новую работу, у тебя должны быть какие-то денежные запасы, естественно. У тебя должно быть что-то, что у тебя было, как говорится, отложено и наработано на предыдущем месте работы. Это любой нормальный человек абсолютно понимает, правильно? Мы переходим с одной работы, но другую мы прекрасно понимаем, что мы свою зарплату можем увидеть вообще там через полтора месяца, грубо говоря. Или через два месяца, да, в зависимости от того, как она выплачивается и в какое время она выплачивается. И тут, естественно, у тебя должна быть какая-то определенная жировая прослойка в виде денег. Естественно, люди сами могут понять, что им стоит брать там какие-то консервы, крупу, кофе или еще что-то, мультиварку с собой. Ну, как говорится, не дурнее паровозы, да? С другой стороны, лучше бы она рассказала о том, что на самом деле лучше всего, когда ты идешь на любую работу, будучи в Америке, знать, изучать английский язык для того, чтобы знать условия контракта, по которому ты будешь устраиваться, в том числе, в данном случае, в траковую компанию. Потому что, потому что, потому, потому что, как вот была ситуация у Лены первый раз, когда они убежали, когда у них была авария, первый опыт работы на траке с мужем, да, у них была авария, и, значит, траковая компания пыталась на них повесить, как раз-таки, вот они попали в аварию, значит, ремонт за счет них, да, а не за счет страховки. То есть, вот о чем я и говорю, что на самом деле нужно давать какие-то действительно ценные советы, не в плане того, что вам есть, что вам пить, я думаю, люди там, в принципе, сами разберутся по деньгам, что им взять, а вот действительно такие моменты, от которых зависит очень многое. Знание языка, обязательно читать условия контракта и так далее, и тому подобное. Ну, как-то так, мои хорошие. Вот такой у меня сегодня получился обзор. Всех вас целую, всех вас обнимаю, рада очень вашим комментариям. Пишите, да, всех еще раз целую. Подписывайтесь на канал, для тех, кто не подписан, ставьте лайки обязательно, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих новостей. Все, целую, все, пока. Пока.